Приветствую всех зрителей канала СМИРУ ПО ФАКТУ! В этом выпуске я расскажу вам о самых больших животных и насекомых, населяющих нашу планету. Итак, поехали! Самые большие пауки – это пауки-птицееды. Самый гигантский паук в мире – Голиаф-птицеед, средой обитания которого является Южная Америка. Голиаф-птицеед отличается наличием больших до 2,5 см клыков при размерах самого паука до 28 см с учетом конечностей и весе до 200 грамм. Именно из-за своих размеров и большого веса Голиаф-птицеед считается самым большим пауком на нашей планете. Голиаф-птицееды живут в норах. Основным провиантом данных арахнидов являются птицы, мыши и змеи. Для людей опасности не представляют. Паралитический яд, который продуцирует железы данных пауков, весьма слабый. Паук попал в книгу рекордов Гиннеса, как самый большой паук в мире. Впрочем, позже специалисты нашли еще большего паука – гетеропода Максима. Размер его лап составляет до 30 см, но у него маленькая тельца и в сравнении с Голиафом-птицеедом он выглядит довольно маленьким. Считается, что самым большим змеями в мире являются анаконды. Но в Индонезии удалось поймать змею поистине гигантских размеров, и она стала самой большой змеей в мире. Это был сетчатый питон размером почти в 15 метров и весом почти в 450 килограмм. Питон такого размера мог с легкостью проглотить человека. И такое уже происходило. В Малайзии сетчатый питон меньшего размера напал на подростка и проглотил его. Позже змею поймали и выпотрошили. К сожалению, это не единичный случай. Самый большой жук в мире носит название дровосек Титан. Этот гигантский жук обитает в некоторых районах Южной Америки, предпочитая жаркие и влажные леса. Но даже в них его бывает сложно найти. И очень хорошо, ведь встреча с этим насекомым вполне может напугать. Его длина, не считая усов, составляет около 16 сантиметров, что лишь немного меньше мужской ладонь. Самый крупный зафиксированный экземпляр достигал длины 16,7 сантиметров. В то же время есть сведения, правда не подтвержденные, о самце длиной в 22 сантиметра. Любитель насекомых не скупится и готова отдать за высушенного жука средней длины до 1000 долларов. Все знают, что самой большой птицей является страус. Но эта птица не умеет летать. А вот из летающих птиц самой огромной является странствующий альбатрос, размах крыльев которого достигает 3-6 метров. Всю свою жизнь альбатросы проводят на воде, а на берег выходят лишь раз в год, чтобы отложить яйца. У альбатроса длинные узкие крылья. Для парящего полета он использует потоки обтекания волн. В безветренные дни или при низкой температуре воздуха птица не поднимается высоко. Вообще птица не летает выше 15 метров над водой. Альбатрос умеет летать против ветра. В день альбатрос может пролететь до 1000 километров. Самое большое сухопутное животное – это африканский слон. Самцы африканского слона вырастают в длину до 7,5 метров, в высоту до 3,3 метров. Весит около 6 тонн. Максимальный вес экземпляра найденного когда-либо составил 12 тонн 240 килограмм. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку информация, подтвержденная, животное было застрелено в 1974 году в Анголе. Обитает гигант на территории Африки, однако далеко не во всех местах. Сегодня слоны по большей части сосредоточены в национальных парках. Кстати, у взрослого африканского слона отсутствуют естественные враги. И все из-за внушительных размеров. Однако детеныши, в частности новорожденные, очень уязвимы перед львами, крокодилами, гиенами и леопардами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Самое большое животное в мире из ныне существующих – это, безусловно, синий кит. Он является морским млекопитающим. В длину особи достигает 30 метров. Вес чудовища – около 180 тонн. И с такими параметрами синий кит может носить гордое звание «Самое большое животное в мире из когда-либо живущих». Только один язык млекопитающего весит 2,5 тонны. Размер можно сравнить с величиной среднего индийского слона. Сердце синего кита весит около 600 килограммов. И оно самое большое в мире. Для сравнения, сердечко сопоставимо с машиной «Мини Купер» по размеру и весу. На этом все. Не стесняйтесь ставить лайк и радовать автора этим. Если, конечно же, вам понравилось это видео. И подписывайтесь на канал. Я расскажу вам еще много интересного. Желаю вам хорошего настроения и удачи. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok